Здорово, братья! Вот они ошибки. Вот, видите, полностью выжмите педаль тормоза. Выжимаю. Отпустите педаль тормоза. Отпускаю. Все, видите, ошибки пропали. Стоит будет только остановиться. Поставить на ручник, и они опять появятся. Маршрут рассчитывается. Пол двенадцатого. Поехали. Готовьтесь к левому повороту через шестьсот пятьдесят метров. Затем, через сто десять метров, поверите направо. Готовьтесь к левому повороту через шестьсот пятьдесят метров. Все, вот сейчас ничего нет. Но это не дело как-то, наверное. Поэтому звонил в Сканию в Минске, в Миллениум Групп, в Калятичах. Говорю, если я часам двенадцати приеду там, у меня рожок не горит, что ли. Готовьтесь к левому повороту через шестьсот пятьдесят метров, поверните налево. Продучите. Нет, мы заняты. У нас еще со вчерашнего дня машины. В общем, думаю, нет. Я ради этого. На скорость цена не влияет, ехать оно не мешает. А ради этого, сейчас полдня терять. Тогда мы решили сюда не поедем. Попробуем в Белосток заехать. Может, поляки быстрее с этим разберутся. Вот так. Поехали. Триста километров отсюда мне до Бобров. В белорусской стороне называется Переставица-2. Переход. Решили мы проехать. Дудой, так скажем. Во-первых, с этим грузом, с алюминием, там никаких проблем быть не должно. Там проблемы в этих бобрах. Если идешь там с досками, например, то там фит, оно еще не работает. Если идешь там, например, на рефекте, допуска, то есть посмотреть груз, нет возможности, то там тоже Никскут не любят они это там. Если пикбейки какие-нибудь свезешь, тоже в бобрах там нервничают они по этому поводу. Очень сильно. Ну, так было раньше, не знаю. Как сейчас. Посмотрим. Так вообще по времени всегда бобры был быстрее переход, прохождение на Польшу. Но там есть два минуса. Не два, вернее, даже один. Вот два. Первый, я уже сказал, что там они к определенным видам груза, и если там на определенном будет, как и на рефт, например, палетку везти, то это не вариант через бобры. Они неравнодушно дышат, там, поляки к этому. И второе, там с топливом очень. Тоже как на какую смену нарвешься, но в основном очень строго. Один раз в этом 20 литров лишних было. Ну, как? Это он намерил мне линейка лишних, горячить лишние. Я говорю, ты еще? Говорю, а косяк ударился с утра, что ли? Прибежал с линейкой, давай бак вымерять. Мне вот так вот вдоль поперек, высчитывал там что-то на компьютере. Я говорю, ты линейку, когда бак засовывал, чуть подогнул, еще что-нибудь. Как я тебе 20 литров, говорю, панд высчитываю, ты чок, он с 20 литров хотел мне мандат выписать. Охренеть. В Бресте проще, там, в Бресте полтос и 60 литров, там, плескаются они, на это никто внимания не обращает. А здесь вот была такая штука, вот они строго к этому. Ну и за продукты тоже. У меня, как всегда, я ничего не везу, кроме контрабандного сала, который у меня... Супруга уже научилась ничковать в банке с картошкой. А так я больше ничего не покупал. Все остальное беру в Польше. Вот, поэтому попробуем проехать через Бобровник. Тут еще резина на прицепе, ну, как? Я потом покажу, если получится. Она-то у нас, ну, как по протектору, все хорошее. Но есть там пару мест на колесах, где, ну, вот, кусками немножко вырвано. Ну, там не до протектора, ничего там, там все. Ну, оно вырвано, оно как-то некрасиво смотрится. Оно... Никаких проблем, претензий к этому нету. Даже контроль, там, в Германии попадешься, еще к теме-нибудь. Никаких вопросов. Но в Бобрах, в Бресте, на мосту, в легкую могут к этому прицепиться и развернуться. Там бывает, контуженные попадаются поляки. Да они там, психосмотр над Богом проводят, когда Бог пересекаешь, взяла в центр, берешь в Бресте, там они психосмотр делают. Бабочка, у меня там моргает. Вот они там могут прицепиться к этому делу. Поэтому решили, как бы вот, ну, с таким грузом, который у нас сейчас, попробуем через Бобрах заехать. Но я потом встанем, я попробую, покажу, если будет вид. Ничего страшного, ничего критичного, ну, решили подстраховаться. Ну, и заодно посмотрим, как оно, Бобры, на границу. Ну, и плюс, вот, как раз, вот это еще хрень с этими ошибками в Белостоке на Сканию заехать. В общем, едем на Бобровнике. Время пол, без 20.12 уже. Да. Погнали. Давно уже на Запад не ходил. Когда я зимой последний раз был, полгода, вот как, да, вот полгода, когда в феврале, или когда я там в марте, в начале марта с Литвы вернулся, а где-то в феврале или там в январе в Австрию туда ездил, и все, и больше мы там, больше мы в Европе не были коронапсихозом, там делать нечего было. Посмотрим, что сейчас там нового, интересно, а как там на границах обстановки и так далее, и тому подобное. У нас в Минске такое паранормальное явление, как пробки, тоже бывают. И обочники. Я на маленькой, если езжу, я обычно сюда становлюсь, вот там на обочине и держу, тогда развлекаюсь. Супруга вяжет, сзади народ ругается. Ты сейчас, я тут что-то во втором ряду затесался. Даже не знаю, от чего стоим. Скорее всего, ДТП. А там уже, вон, кто-то держит, вон, который летел на одиночке во втором ряду. На маленькой он уже. Все, видно, не пускают. Уже залазит. А, нет, там отбойник начинается, поэтому. Видите, есть обочники у нас. Конечно, не так, как в некоторых городах. но тоже свои бывают, вон они. Чешут. Торопыги. Куплю дрова, дровички куплю. 62-73-RE-7, 23-96-SR-7. Вот не пускали бы их. Так вот пускают же. Зачем пускают? Пускай едет дальше туда, вон, правее от этого отбойника и чешет. Сказали первый, третий проходной. Он уже где-то впереди, там, ДТП. Пока желающих пропустить нету. Полицаи пропускают, наши. Огонь, респект. Респект. Мы им сейчас спасибо скажем. Он, так сказать, виновники торжества. Вот, блин, автобус так-то не вовремя тут появился. Нечто казалось, что я здесь по правому крайнему не пролезу. А это виновница торжества ходит, да? Ну, скорее всего. Как она красиво под него залезла, под этого мазика. Ну, да, здесь пролезть на грузовике возможно и не влез бы. Так что правильно, что через карман поехал. Получается, так бы мог... Пришлось бы на бордюрчик слегка залазить. Извини, братан, но мне тоже в первый-вторый ряд надо. Задержка составила минут пять. Да уже будут по радио кричать, что тут чуть-чуть десятибалльные пробки. На Минска это уже... Вот и наша развязочка. Брест направо. М1 Когда вот было это... Ну, вот запрет транзиту. Вот специально, когда вот эти маршруты были, вот когда... Полтора месяца, месяц назад. Ну, сняли с первого июля это все. Вот здесь вот... Ну, на маленькой... Как раз вот в эти... В замок ехал там или куда-то мы ехали. И вот здесь вот... Тут у нас простор магазин вот здесь на повороте. И тут вот частенько на обочине фуры кидают. Может кто-то живет. Частенько фуры на фур ночуют. Вот здесь вот видите. И вот мы, в общем, ехали и смотрю, тут гайцы. Вот здесь вот оставляют машины. Гайцы оформляли, что-то писали и вешали эти блокираторы на колесах. А потом, когда пойдешь в ГАИ за ключом от блокиратора, тебя спросят, что ты сюда заезжал? На каком-то основании тут находился. А штрафы-то были не детские. Там что-то порой 500, 500 евро, по-моему. До свидания, город Минск. Вот 3-й у нас за независимость его. Красота какая. Ну, добрый шлях, добрый путь. Погнали мы до города. Почти Парижу. Может, и в Париж приедем? Мало ли. На загрузку какую-нибудь. Посмотрим. Здесь вот магазин строительный. Ну, как, не строительный, садовый. Всякие садовые причиндалы там, туда-сюда. В общем, все, что нужно для сада и огорода. Называется садовник. Блин, корешок мой держит. Ну, держит. директор его. Мы вместе когда-то на Минском автомобильном заводе начинали работать. Ну, там дела творили. Ну, как творили, короче. Ну, как говорил Остап Бендер, об этом не стоит распространяться вслух. В общем, начинала свою карьеру водительскую. Мы с ним вместе там скарифанились. были у нас МАЗы портовые. В одной колонне работали. Вовка, дружок мой. Сейчас скарифанимся так. Уже не часто встречаемся, но периодически, да. День рождения, там, Новый год, все дела. Да, собираемся дать обстановочку. Вот, от Адама там чуть ли не лучшие друзья были, не разлей вода. Ну, хотел сейчас заехать к нему кофе попить минут на 15, так это, позвонил, я, говорит, уехал. Я говорю, ну вот, только я к тебе собрался заехать, ты уехал. Значит, другой раз. Пока вот сейчас месяц дома был, съездили тут два замка, посмотрели. Мирский и Несвежский. Вот это вот поворот на Несвежский, Несвеж указатель, ну и тут километров 15, а километров 15 не доезжая в сторону Минска, если раньше было указатель на Мирский замок. Ну, честно скажу, вот, мне вот по архитектуре, вот по как вот внутри, вот все снаружи, снаружи, мне больше Несвежский понравился. Мирский, он как бы, наверное, более древний, хотя, по-моему, они там одинаковые, наверное, плюс-минус. Вот Несвежский, Мирский вернее, ну, он как сам замок, и все, там внутри походил, как бы вокруг там особо-то ничего нет. Ну, тоже там и парк есть, и речка, а вот Несвежий как-то, мне больше Несвежи понравилось. если кто вот задумает, бойится тут у нас, как говорится, на Колыме, милости просим, съездите, посмотрите, интересно. В Пирском как-то вот так все более такое, как-то вот строго, не то, а в Несвежском там вот и костюмы, в которых эти бальные залы, там спальни этих князей, которые тут жили, в общем, интересно, мы получили удовольствие. Мелкая моя 10 лет, она как раз в этом году, вот, что закончился, школьный проходили, эти замки там читали, учили, так она раз-раз там пойдет, идет поэтом, оп, начинает умничать, говорит, это это, я знаю, молодец, все-то отложилось, значит, память. Вот. А мы сейчас уже в Брестскую область будем заезжать. Минская сейчас закончится, скоро начнется Брестская, вот буквально чуть-чуть осталось. какие поля пшеницы, слева пшеницы, бескрайнее море, справа кукуруза, а там дальше тоже пшеница. все растет, а что, тепло, дожди, день жарит, потом вечером дожди такие шли, так, конечно, тут все будет расти. Главное, чтобы уборочная это все не высушила или не залила, у нас же и такое может быть, что в этом году колбасит все кругом. Ну, дай бог, по идее, в этом году урожай должны быть. у нас что Татнефть, что Роснефть, что Газпром, что Лукоя, у нас на всех заправках в Беларуси цена одинаковая. Что Беларусь, нефть, никакой разницы. Вот здесь топливо в данный момент рубль 78, стоило рубль 81 или рубль 82, даже подешевело тут на 3-4 копейки. и везде, у нас везде один ценник рубль 78. Такого нет, вот как, например, в России, там разная цена. Две заправки рядом и цена разная. Не, у нас везде одинаковая. Вот она, Брестская губерния. А вот и символ наш. Уже снимал его, но можно еще раз снять. Символ Беларуси. Бивоевский зубр. Останавливаться не буду, я как-то ходил уже к нему. так, сдалека его заснимем. Как-то еду по рации, слушаю. Парни, ну, видно по голову, что с Россией. Говорит, там заправка, говорит, напротив коровы. Поле. Вон, Татнефтевская заправка по левой стороне, как раз напротив этого зубра. Заправка напротив коровы. В принципе, с другой стороны еще зубр. Корова только мужского пола. Только большая. Я здорово такой статуй, честное слово. Так ему подходишь, такое, я не знаю, сколько он там этажей. Она с домом, наверное, может с трех, а то есть не с пяти, наверное, нет. Но этажа 3 в высоту, если взять, так точно будет. Там, наверное, там какая-то табличка прибита. Честно, что-то лень мне вылазить. Этажа 3 точно. Может даже и 4. Белорусская пуща, она же в Брестской области находится. Вот и как раз и символ здесь. Ни аппетит не будет. Трехэтажный где-то примерно. 18 градусов у нас на улице. Хорошо. Вообще песня. Какая погода. Не знаю, что там во Франции ждет. Даже не смотрю. Не расстраивает себя раньше времени. Как говорится, потом сюрприз будет. Сколько бы не было всей нашей температуры, поэтому рожок мой так и не загорелся. На Бобров доеду. Она будет посмотреть, что там. Вчера лампочку там меняли. Что выскочила. Вот наша езда по М1 и заканчивается. Будем уходить с Лоним Гродном на Р-99. Здесь. В районе Барановичей. Ой, пардон. Барановичей. Ну а русские транспортники. Вот их сколько. Вот. Да. А тут тоже платная. Хотя не широкая, но платная. Естественно, может быть здесь вот дешевле. Вот даже вот интересно. По четырех полоске. Дороже километры или у нас, наверное, ценник одинаковый везде. Что там, что здесь. 138 километров отсюда еще до границы. Сейских дуле циклежатчик зачем-то наложили. Слева нет никто. Можно этот участок объехать? Вот уходить на Мир, на этот Минский замок и выехать там в районе Зельвы через Дятлова, там, короче, с деревнями там, глухими такими местами, можно поехать. Но тогда получается от Минска до Бавров за четыре с половиной часа не заходишь, чуть-чуть там подальше по километражу, ну и дорога вот такая вот вся, колхозы там, деревни, поселки. В общем, не знаю. Кое-кде заставляют так ездить. Заставляли. Сейчас не знаю. Сейчас вот если жарко, там не проедешь, потому что там ограничение будет 6 тонн на ось эти сезонные. Сегодня-то жара нет, по идее-то можно там ехать. Может уже там не гоняют, но раньше там заставляли ездить. Экономили сколько евриков за этот участок. Граница Брестская и Гродненская областей. Вот такой паркинг красивый. Все сделано так аккуратненько, чистенько. Ой, с непривычки походить. Месяц не ездил, походить, кости размять. Минут 15 паузу маленькую сделать. Заодно рожок пойдем поменяем. Ой, лампочку в рожке. Сейчас пойду постучу по нему. Эй, алло. Никс Арбайтен. Надо идти брать твердку, лампочку. Возможно, стряслась. Площадка дорога. Площадка для отдыха. Автодорога Баранович и Волковы с пограничной Гродно. Схема разъяснения объекта сервиса на спине дороги. Вот тут сколько. И так что, нормально остановиться, покушать. Мусорки вон там выбросить, если что. Аккуратненько посидеть, отдохнуть. Воздухом подышать. Бабочки летают. Огонь. Пойдем. Надо заменить лампочку. И пошлепаем. Перегорела лампочка. Дурдум какой-то. Вчера же новую поставили. Полез у нас последняя. Больше нет в запасе рожок лампочек. Она сейчас будет в Польше купить. Вот я про что говорил. Вот видите, она как бы резина нормальная. Но она такая вся покоцанная кусочками порванная. Но она сейчас стоит. Вот. Ну то есть. Как бы сама по себе хорошая. Еще. Протектор. Все. Это еще континенталь этот. Еще будет ходить и ходить. Он свои три сотни выходят в легкую. Если не порвать нигде. Вот. Вот. Ну а сам по себе. Вот просто немножко внешний вид ее. В Бресте могут прицепиться. Но здесь вот видно я встал так. Что не видно особо. А так есть таких пару мест. Особенно вот с левой стороны отсюда. Вот. Не знаю вам не видно наверное. Короче могут придраться к этому. Поэтому попробуем проехать здесь. Ну если честно сказать. Еще до рефов. Когда на мешке работали. Мы всегда ходили сюда на бобры. Мы на Брест практически не ходили. Вот ходили на Брест с досками. С чем там. Ну вот с таким вот грузом. За что я говорил таким. Не очень хорошим. А с такими вот нормальными. Как мы сейчас везем этот алюминий. Строго. Строго только сюда. На бобры. Здесь всегда было быстрее. Вот посмотрим как сейчас. Реф да. Когда реф. А тем более реф груженый. То здесь делать нечего. Здесь планы. Мозг вынесут и высушат. А так. Посмотрим. Сюда либо на кузницу. Ну кузница не знаю. Я один раз через кузницу заезжал. Мне не. Ну не то что не понравилось. Ну как-то. Неродной переход. Непривычный. Ну что ладно. Погнали. Дедушка Ленин. Гродненская область. Люди вон приехали в грибы или в ягоды. Пошли вот туда вот. Машинку вон кинули. И вон туда пошли. Муж с женой. Куда-то они с 40 ножки гонят. С тралами. Вояки наши. Поехали за техникой какой-то. Учением готовятся. Наверное чтобы по осени. Постоянно что нас учение там что-то. Запад 2019. А сейчас будет запад 2020. Чтобы пиндосы боялись. Совместные с Россией. Постоянно тут проводят. Каждый год. Ну и секрет Полишинеля не открыл. Да мы слоним. Вот прошли его. Сюда его тоже ездили. Вот сейчас сюда вот налево уходили. Это на Брест. Если ехать. Если вы хотите ехать бесплатными дорогами. То вот надо вот так вот ехать тоже. Наслоним. Наружаный. Приветствует современный по-настоящему европейский автосервис. Туден Транс Афто. Мы производим ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей. Согачей и полуприцетов. Оказываем услышку на монтажа и балансировки. У нас работает фонтальная мойка для грузовых и легковых автомобилей. Работаем без выходных с 8.00 до 27.00. Наш адрес. Город Слоне. Улица Портовский, Драк 63. Это 500 метров от кольцевой разрядки Слонима в сторону города по правой стороне. Избавка по телефону плюс 375-44-515-44-81. Мы рады видеть вас по адресу город Слоне, улица Портовский, Драк 63. Наш телефон. Тетя. 44-515-44-81. Ты воспользовалась моей добротой. И так долго свою рекламу в Тулевого уже не стал выключать. Так что вот, если надо кому-то, вам слоним какой-то там тракт. Раньше старая дорога вот этой вот здесь уходила направо. Там стоянка была, чем она называется. Ну а с другой стороны этой деревни. Кафешка там была хорошая. И батя там любил все время обедать или ужинать. Ночевал там постоянно. Когда работал еще. Да, и фотоаппарат здесь. Здесь каждая деревня фотоаппарат. Вот как сюда сворачиваешь в сторону бобров. В каждой деревне. Тут зреть да немного, но вот сейчас здесь будет, потом зелье в зелье будет стоять. Обстановочку на Баранович, подскажите. Ну чисто до Барановича. Давайте подскажем. Чисто до Барановича. Понял, спасибо. До Кольца было тоже чисто. Давай, счастливо. До Кольца. Это да, это перед Волковыском, которое. Балтос до него. Наверное, в ближайших автосервисах Гродненских переизвыток лобовых стекол. Ну и с такой стороны мне его объезжать, интересно. Наверное, с этой. Это посыпание камушками. Чересчур ноу-хау технология. Чтобы потом машинами их вкатывали в асфальт. Ну вот у нас в Беларуси частенько такое встречаешь. Применяется. Знак 40 все летят. Волковык с этой стороны мы еще не снимали. Вернее, снимали, но очень давно. Добро пожаловать. Здрасте. Волковык с этой стороны мы уже не видим. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Первый идет Гродненский. А потом Волковыкские прески. Вот они на одном уровне. Я имею в виду колбасы производства. А так, что тут у нас еще в Волковыкске? Так, навскидку и не припомню, кроме мясокомбината. А мы, в общем-то, уже почти доехали. 38 километров отсюда. С города Волковыкска до границы остается. Вот здесь у них была таможня. Вот где-то с правой стороны. Даже как-то один раз здесь растамажился. Тысячу лет тому назад. Наверное, вот она. Может и нет. Вот где-то вот тут вот справа. Готовьтесь через 800 метров держаться правее по главной дороге. Усик, да, хорошо. Может уже перенесли куда-нибудь, кто его знает. Волковыск, Волковыск, Волковыскский мясокомбинат на сегодня заявок не прислал. Через 100 метров по главной дороге держитесь правее. Добро. Тише. Тут киса, киса, ты что? Тут колеса-то. Готовьтесь через 550 метров въехать на дорогу с круговым движением. Сейчас заскочим на этот Белнефтехим. Кинем линейку в бак, померяем, что у нас там делается. Потому что я в этих процентах здесь ничего, черта не понимаю. Меряем, если что, дольем. Нет, поедем. Поедем мы в любом случае. На следующем повороте резко поверните налево. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом 28. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в этом 28. Оно обычно там сантиметр плюс-минус, как сообщающийся сосудыш, работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас посчитаем. Левую умножаем на 11,3. Вот этот. А тот на 9,5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, долил двадцатку. Насчитал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 582 литра на двадцатку дольем. Все же дешевле, чем там, правильно? И вот эти последние граммы, они дольше заливаются, чем все остальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрываем. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы посмотрим. Как бы мне три с половиной часа до 15 часов общего времени. Что тут на границе у нас заезд? Заезд колейка стоит. Есть колейка на заезд. Есть, 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 есть. Все, даже все, все варианты отпадают. Колейка машин с 10 на въезд. Это я не вложусь. Поэтому я заезжаю. Поехал на стоянку и пойду проходить ночью. Даже не 10. Машин, наверное, машин по 15 на заезд. На следующем повороте... Поэтому становимся на стоянку и пойдем проходить утром. Сейчас 16.10. Вот в 3 часа 10 минут, в 3 часа ночи поедем. Никого не будет. Будет пусто вообще. Сейчас я посунусь, я однозначно не успею. Тут часов на 5, на 6. А мне еще нужно прибор сходить, Белтуловский сдать. Мы на обратном пути будем привязывать. Нас сейчас препоит. То есть мы платим, ложим деньги, а потом... Ну, и сколько положили, сколько и выкатываем. Мы хотим на пост поезд сделать. То есть сначала... Вот как австрийский там все это. Сначала... Едем, оно пикает, а потом счета приходят, оплачиваем. Так, стоянка, видите, закрыта. Сейчас пойдем... Там вот вроде бы на мойке со стоянки. Вот. Сейчас, когда пойду прибор сдавать, я границу засниму. Но там машин 15 стоит. Это однозначно часов на 6. То есть я уже все. Точно не попадаю. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните налево. Ходил, заплатил. Через 240 метров поверните налево. Р-99. Давайте мы вон туда встанем. Не жужжал никто над ухом. Заезжать будут. Вот здесь встанем. Тут выбрала. Вот так. Потом выйдем. Время 16.16. 11 часов. 3 часа 16 минут. Можно выдвигаться будет. Окей. Точки. Страна завершения. Беларусь. Все. Пишет опять все мои ошибки. Отключено внешнее питание. За рудом говоришь, что с Машей сделали. Она когда отключено внешнее питание, не родной голос. Так. Иди сюда, родимый. Пойдем мы тебя сдадим. Сейчас. И все. В общем, вот сюда вот. Надо заходить. Плата за дорогу. Белтол сдать. А колейка вот. Нет. Машин 15. Я, конечно, погорячился. Машин 10-12. Колейка. Да. Вот. Не будем мешать человеку косить. Машин 10-12. Ну, это однозначно мы можем по времени не вложиться. Поэтому не будем придумывать ничего. Этих здесь, как тараканов в русской бане. Вот так, если посчитать. Машин 12-15. 15 не будет. Машин 12, наверное. Бог с ним. Пойдем сдадим прибор. И будем отдыхать. Ночью тут никого не будет. Тем более, я сегодня поднялся. Тоже ни свет, ни заря в 4 утра. Не жарко. Можно спать. Вот нам сюда. Здравствуйте. Профессионер сдать. Можете. Да? А как? Бежать? Да. Ну, как бы. Бежать. Мало ли, может. Паспорт. Паспорт взяла. Карточка нужна была бы, которую вложила? Нет. Нет, все автоматически. Вот. Забыл. Туда же на ту же карту вернуться, да? С которой я снималась. А вот потом на постпоинт перейти. Там доверенность нужна будет, да? В зависимости, какая фирма. Ага. Ну, просто у нас был прибор привязан к карте ДКВ. Сейчас мы с той картой не работаем, хотим к другой карте Е100 привязаться. Ага. Вот. Мясо. 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 Паспорт еще раз. И это все на эту карту? Да, там написано даже какая карточка у нас. Спасибо большое. До свидания. Получается 300 рублей вернулись. Почти 150 долларов. 134, 165. 300 рублей. Полностью доверенность надо. Ну, мне сказали сдать, я сдал. А теперь все. Пошли спать. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»